Идём дальше, едем дальше Команды Envias и Hellraiser EPL Season 6, Европейский дивизион И вторая карта TheCash Выбор команды Hellraiser Воксик уже находит опенфраг для себя И дальше бегут, бегут Hellraiser На точку B, там есть конечно же оппоненты Французы готовы принимать ИСА На перезарядке всё-таки успевает И сжигает ещё ИСМС Вдвоём французы Сиксер и РПК Попытаются хотя бы что-то здесь делать Но в меньшинстве Находятся игроки защиты И опа, РПК, сейчас могу поймать И сам голову, но спасается И сам тоже фраг не делает, на девяточке РПК мансует до последнего Но получится ли у него сделать хотя бы что-то Это очень и очень вряд ли Ждёт конечно же выхода от команды Hellraiser Но пока, ай-яй-яй, что-то пролагало у меня Наверное, ну это точно не интернет Потому что трансляция жива Да, немножечко сервачок подвёл Но всё-таки это не пролаг, который возначает победу Дуэнс команд, это 100% Так вот, продолжаем мысль Команды сражаются на второй карте Первая ушла Тим Энвиас Со счётом 16-14 в плотной борьбе Французы отжали свой же пик Для вас работает Studio Hub Меня зовут Олег Ментгот И также напомню, что есть ещё и параллельные трансляции А именно G2 против Норс Сражаются в плотной борьбе А также не менее плотной, чем была первая карта У нас на трансляции Там у нас комментируют Уха и Энканис Ну и счёт на первой половине 9-6 в пользу команды Норс тачане ведут Хотя там был счёт 9-3 Но всё-таки смогли справиться А G2 и добрать 3 раунда для себя У нас же другие команды Хеллрейзер и Энвиас Потеряли уже Воксика Атакующие, но и скрим Будет стрелять, видимо, из пальцев С Дезерт Игла У него фрага есть Ангел зажимает В полном бладе находится одна и вторая команда Но всё-таки Ангел справляется с оппонентом Но РПК мгновенно на размене Диффьюзы нет Арморов два штуки первых И также нет девайсов на руках у Энвиас Ну вот Мак-10 может от ИСы сработать Но почему-то он не хочет врываться Ждёт своих тиммейтов Которые находятся в мейне Оп, запалили РПК Моментальный минус по нему Хотел пробраться Тёдрик за троечку Но не получилось И тут же Хэппи Винсент Шопенгауэр бежит В попытке кого-то найти Либо уже опередить хотя бы немного Молота в за троечку Сиксер получает немного дэмэджа И Сааа, как же так Получает в голову Тоже прострелом через дверь Забирает его Дэдфокс пробирается дальше за красный Но там не видит пока Сиксера А тиммейт-то находится Но Хэппи нет Не справляется Дэдфокс и зеро По минусу В окончании этого раунда И 2-0 для Хелдрайзерс Вот такое бодрое начало Для них Хотя если вспомнить карту Кубул Стоун Там все-таки ввели Энвиас Со счетом 4 Или даже 5 4-0 Потом только Хелдрайзерс Начали камбетчить Но опять же Это выбор команды Хелдрайзерс Но И у Энвиас Здесь все очень неплохо Из 10 цикленных кэшей За последнее время За последние 3 месяца У них выграно 6 То есть Ровно 60% Энвиас Забрали У своих оппонентов Именно кэшей Ну и Аплэн прорывается полностью Никого там нет Только один скрим Одил Приветики Нет Пытается найти голову ангела Но Карасев Непоколебим Идет дальше И все-таки скрим погибает Опенфраг Дан Команды Хелдрайзерс Иса прошивает По-моему даже своего же тиммейта Черт-то руки Куда-то делись У большинства игроков На этой карте Сваливается Просто хэппи В непонятках Только один хмс Оформляет Рассмены Хмс Черт-минус Просто лютый парень Который оформляет Кучу опенфрагов Ну и также на рассмены Работает Очень и очень здорово 10% хп Остается у Иссы Мурада Ну и последний РПК Селдрик Свапает девайс Это Дезерт Игл Ну и вряд ли Здесь он Что-то пожнет Ничего не посеял Ничего и не пожал Логично Логично 3-0 Девайс на раунд Для обеих команд НВАС Позволяет себе купить Даже снайперскую винтовку Сиксер С первым армором Наверное будет Ну нет Все-таки второй Решил себе выбрать Плюс смачок Также Положил в рюкзачок Смачок в рюкзачок Я сегодня какой-то Очень нежный на самом деле Но я исправлюсь Честно Я буду более грубым Ну и также Снайперская винтовка Есть у Турка Воксика Ну и попытка Пройти через Апленд Точнее на Апленд Командой Хеллрайзер С трой игроков Мэйни Один на Сквике И только лишь Только лишь Зеро Будет замыкающим На центре Возможно будут проходить И его тоже Но по-моему Центр Хеллрайзер Занимать Абсолютно не хотят Ну дайте руки Игроков Пожалуйста Пожалуйста Не хотят Ну будет пауза Я попробую Сделать ретрай На сервер И сделать все красиво Сиксер Отлично Играет И стреляет Что немаловажно С красного Оформляет фраг Опен фраг Очень важный Для Энвяс В этом раунде Ангел отъезжает Опять же Вспомним Карасева В карте Коблстон Первая половина Вообще была Не за ним Потом уже Более-менее Начал Действовать Но этого Тоже не хватило Для него Скрим Под бустом Сиксер Находится у нас В нычке И соответственно Будет со снайперской Винтовкой Это дабл Это шашлык Для Кристофаксия Но там еще и Хэппи Подключается Последний Воксик В живых Это минус Пять И трипл Для Сиксера С снайперской Винтовкой Но как же Он там просто Прошил двоих Но вот Снайпер Выбрал Очень удобную Для себя позицию Чтобы не прошили Его ни с мейна Ни с Возможно уже Хайвея Просто прошел Да и сделал свое дело Хотя нам на Хайвея Был Винсен Так что Вряд ли бы Да Это я уже Погрещился Немного Но один-три Девайсы есть У Хеллд Рейзерс Четыре Калашниковых Одна Сизи Аутом Ну и девайсы Хорошие есть У французов Они погибали Там Ну как они Он погибал Только один Это Сиксер Но снайперскую винтовку Мы сохранили Сиксер Еще один фраг Замечательное дело Это сквики уже прошли Зеро попытается пройти дальше Но Сиксер Непоколебим Он еще один фраг Оформляет На Апленте Попытка пройти дальше От команды Хелл Рейзерс Должны забирать снайпера здесь И потом уже проходить дальше Винсента Изи Для Ангела Поднимает девайс Но там Хэппи Винсент С Хайвея Находит фраг для себя Но и скрим в мейне Уже обошел скрин Воксик должен отъезжать моментально Но ХМС также добирает Последнего пятого Один Всего лишь Опять же Один погибший Сиксер Но За две смерти В двух раундах Он сделал пять фрагов Что очень и очень важно И для команды И для него в частности Лучше бы звук убийства Зевса добавили При Дефьюзе бомбы Вот это было бы намного Забавнее Смешнее Праздничнее Всегда же приятно Получать электро Шокером В спину Куда-нибудь Или в голову Разряд такой Праздничный ведь Раунд номер шесть Купили себе Хелл Рейзерс Ну там да Спустили немного Экономику на Тормоза Тысяча сто Тысяча шестьсот Видим пистолет Вторая первая армора Раскидочка Ну и Хелл Рейзер Что попытка снова занять Аплент Зайти раскидать И выбить Оттуда этого А нет кстати Посмотрите Сиксер поменял позицию Теперь он за белым На хайвее И он понимает Что возможно Не самые были удачные У него позиции Там РПК развлекается Дайте нам пожалуйста Посмотреть РПК Минус три Все таки вот добрали Бедного Ну и Аплент Вообще недостижим Пока что для Хелл Рейзерс Трипл для РПК Дабл для Хэппи И вот бот Что-то нас Немножечко подвел Хотя я вообще Смотрел на Сиксера Конечно Не успел просто Привестись На выход На Аплент Но Я думаю Таких моментов Будет еще тонна Уж простите Немножечко Не среагировал Бай раунд Для Хелл Рейзерс Четыре калаша Плюс один горил Пять смоков Две флешки Ну что попытка Зайти на Аплент Пора бы уже Пора Трижды уже не получалось Подряд Зайти на Аплент Сначала это был Снайпер команды НВАС Не пропускающий Атаку Ашеров Потом это был РПК Который сделал Трипл Ну да Выход на Аплент Более-менее удачный Там только один Пока что игрок Дифонса Это ХМС Который жмет С девяточки Ну и вносит Нихил так демоджа И тут же РПК Врывается Тедрик Минус два Но тут на размене Иса Из-под девятки Делает свой фраг Ангел просто шьет Очень нервно шьет Но понимая Что где-то возможно Но нет Ангел получает Прострелом с снайперской винтовки Вообще не у кого нет рук Все стреляют из пальцев Но просто Видимо издевает звук Ртом Но Я еще раз говорю Что это какой-то глюк Гоу ТВ И возможно Ну как невозможно Чуть попозже Я просто сделаю Реконект И мы увидим с вами И руки И ноги И другие части игроков Сиксер вместе с Кримом Выходит вдвоем Делает два минуса Ангел на размене Тут же Зеро Не получается И Сиксер просто С П-250 Забирает оппонента Но правда еще погиб Хэппи в этот момент Но Четвертый раунд Для Энвиас И пиу Праздничные фанфары В честь победы В раунде Команды Тим Энвиас Это вторая карта Еще раз напомню Тем Кто только что пришел Это вторая карта Между этими командами Хеллрейзер против Энвиас Первая была кубу Столм Забрали ее Энвиас В Жесточайшей борьбе Они могли бы проигрывать Потому что Хеллрейзер свели 14-12 Были девайсы Ну и потом уже Энвиас Просто задушили оппонента Не дав ничего сделать Дэдфокс Местиментом Выходит Пытается с Крим Работать по оппонентам Забирать только одного В размене тут же Дэдфокс Моментальный РПК Ну это было изи Центр Не замысловато Центр Центр плюс центр 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 плюс центр Центр Для РПК Для него уже 9-5 За 8 раундов 9 на 5 Идет Также Сиксер Ну а остальные игроки Команды Энвиас По 4 фрага наколотили Также у них по 4 смерти Довольно Такие вот прям По-братски все сделали Но у Хеллрейзера Давайте посмотрим табуляцию У них там все Немножко печальное 5 фрагов У Дэдфокса Исы И Ангела А 3 у Зера И только 4 у Воксика Ну опять же Более-менее Правно идут команды Где-то ключевые позиции Опять же Что РПК Что Сиксер Принимали Аплент И это было для них Очень и очень эффективно Ну и даже эффектно Потому что вот этот вот Прострел по двум сразу Снайперской винтовки Такое бывает довольно часто Но в соотношении Там не знаю Фрагов И вот таких двойных фрагов Это бывает крайне редко Ангел чекает Ангел находит РПК И РПК зашел слишком далеко Открылся из позиции И за это был наказан Но вот Ангел Какие-то не знаю Чутьем на нюх Взял уже опять оппонента И Решил пройтись Иса Ждал поджимы И дождался Сиксер погибает Хэппи с наберской винтовкой Плюс 2 Тиммейта с Рифломиксом С вышел Забрал Но потерял слишком много хп Нужно отойти Иса со сквика Выходит Ставит хэдшот Скрим погибает Но Сам Иса тоже Каленый Хэппи Прострелом Добирает Битва Иссу Тут же флешка Исс На хайвей Врывается Замечает Ангела Карасев подставляется Как же Неудачно для него Нужно ставить бомбу Молота в под ноги Дэдфокса Но нет Не совсем точно Но Дэдфоксу Это и не мешает Один Хэппи Винсент против Двух игроков Атаки Снайперская винтовка Против снайперской винтовки И Калашникова Хэппи Идет дальше По-моему даже слышал Как Воксик щелкал Но теперь ответный Тоже щелк Получился Промахи от одной С другой стороны Дэдфокс получает В голову От Хэппи Бомба по-режнему не стоит Молота впадает на плент Флешка так же пошла И Хэппи меняет позицию Нужно бежать За машину Попытаться отыграть оттуда Потому что Его ждут с Хайвэя Но по-моему по таймингу Уже могли догадаться Игроки Атаки Что возможно Винсент находится Уже в другой позиции Винсент промахивается И так же Воксику не везет Немножечко Дэдфокс погибает И последний Дуэлянт Воксик против Хэппи Хэппи пробегает на плент Есть дефьюз киты Можно попытаться Хотя бы что-то сделать Воксик Какая же напряженная Стычка Ну и Хэппи Сейчас что Будет на морозе дефьюзить По-моему да Воксик промахивается Воксик просто промахивается Это дуэль на ножах Ножи, ножи пошли Резня Это просто фарш Но Воксик это Выигрывает дуэль Но не выигрывает раунд К сожалению Промазал По Винсенту И что-то вообще Невопросим Вот на паузе У меня есть шанс Для того Чтобы показать вам Руки игроков На самом деле Это очень важно Потому что без этого Не так эффектно У них там Берчатки модные Скины модные Так что Вы уж простите Но я должен Все Врываемся в игру Руки появились Отлично Все Изи пизи Смотрим дальше Да уж Пауза Нужна Хеллрейзер Потому что Такие раунды Отдавать Опять же Оставаясь ситуацией Клащ ситуации Винсент Все сделал грамотно Попал в голову Да там где-то был Элемент удачи Везения Где-то сыграли Хеллрейзер Слишком агрессивно И слишком открыто Но все же Винсент Разыграл этот раунд Максимально круто И Ниндзя Дефьюз Эти смаки Это промах от Воксика Еще и ножи в окончании Это был суперраунд На самом деле Это просто Возбуждает Мой мозг По-хорошему Контрастрайк Сегодня нереально хорош Потому что Первая карта Была изумительная Вторая карта Уже Скажем так И в ее третьем По прошествии Третья карта Тоже Сумасшедшая Две снайперские винтовки От команды Enviats Happy и Sixer Есть также Три рифла Это эмки Для Остальных игроков Из Франции Ну и Хеллрейзер С одной снайперской винтовкой Четыре калаша Раскидка имеется И у одной второй команды И все халдят Тишина на карте Кэш Но пока что Хеллрейзер Свой пик Немного проигрывает В первой половине Игра за атаку Хотя я думаю Что им хватит И раундов шести Наверное За Т сторону Чтобы дальше В защите Отрабатывать Эмвес И мстить За то что было На Коблстоуне И за то что было В первой половине Это вполне логично Это вполне может быть Так что Ой Случайно ткнул Это нервы уже Это нервы Игроков Даже мне передаются Сиксер Чеккейт Но Хеллрейзер Решили выйти На поздних таймингах Зер у нас вообще Находится на токсике Ждет Вероятных поджимов От команды Энвес Хотя им пока незачем Если в прошлом раунде Иксэмэс Или в позапрошлом Врывался Потому что было преимущество За Хеллрейзер Стой здесь А нужно просто смотреть И снова РПК Воксика Перестреливает Снайпер Погибает Это великолепные шоты Сиксер Также находит Дэдфокса Сиксер Даблкилс Снайперской винтовки И размены От ангела Иссы Слышит Сиксер И попадает Это трипл Для него Что творит Француз Что творит Кристоф Ксия Исса 4 хп Против троих Неужели будет клатч И супер ситуация Для команды Хеллрейзер Нет Исса Находит одного Информация пошла Нет К гранату Команды Энвес Но Исса Здесь уже Не жилет Слишком мало Пойнтов у него Ну и позиция была известна Тут уже скрыться Никуда нельзя было Седьмой раунд Для Энвес И Хеллрейзер По деньгам Да У них уже Слишком большой луст Причем мы поставили Деньги будут Деньги есть И выдержитесь Ну вот Хеллрейзер Пытаются конечно Что-то здесь Показать Продемонстрировать Но опять же Ошибка была В начале раунда Где Воксик Без какой-либо Хеллп Тиммейтов Могли бы Парно выпасть Или под какую-то Флешку Отогнать Хотя бы РПК С позиции Но РПК Просто зажал И двумя патронами Закончил жизнь Никакам Команды Хеллрейзер Тем более что Воксик Мог бы дать какой-то шот Но опять же Мы не видели Все это от лица Турецкого игрока Флешечка В попытке Наверное даже не в попытке А просто возможно Отсечь Аркаду Сквика Но туда не идут Энвиас вообще На кэше Пока что Аркадят крайне мало И те попытки Аркады Которые от них были В большинстве своем Были обречены На провал Потому что и Сквик Аркадился И центр аркадился Но там уже ждали Хеллрейзер С таких поджимов Так что Теперь уже Энвиас Не рискует Но играю в стандартные 2-1-2 Энвиас Будут ждать Выхода Хеллрейзер РПК Да не заметил Да ладно РПК Пытается Пробраться Там у нас Зеро На плент Б Но там Слишком плотно Два игрока Против одного Зеро Может и не справиться Находится он Под вентилями Также Проходят Остальные игроки Хеллрейзер На точку Б Воксик Чекает Девятку Но там Скрим Не палится И даже Не старается Этим заниматься Иксэмэс На пленте За бочками Скрим Ой-ой-ой Скрим Есть у всех Так что Можно Особо Не халдить Влетает Смоук Немножечко Чекает Вижен Французам Но все-таки Времени еще Хватает Слишком Много Есть Времени Сиксер Да ладно Влетел Поставил Ну как же Ошибается Зеро Или как же Ликарепин Сиксер Я не могу понять До сих пор Дэдбокс Также отваливается Ну и Скрим Добирает Воксика Это Раунд Номер 8 Для коллектива Энвиас И такое Грустное Было Вроде Праздник Но не для Хеллрейзера Снова Бомбы Ставили Снова Деньги Есть Для Шер Так что Можно И нужно Пытаться Еще Но уже Досрочно Первую Половину Забрали Себя Французы И по Моему На этом Они Останавливаться Не хотят Думал Будет Равная Борьба Но пока Что Равная Борьба Была Только В шести Раундах Первых Остальное Время Энвиас Не отпускают Они просто Не отпускают Душат Душат Хотя Вроде бы Хендрайзер Залетает на пленты Неплохо Зеро С Токсика Подловил Скрима Но и это Ничего не значит Потому что Энвиас За счет Одного снайпера Либо же Эрпики Могут Сделать 2-3 минуса При выходе Отвести Какие-то Очень крутые Флешки И на этом Хендрайзер Просто возьмут И кончатся Вот он Хэппи Вот он Хэппи Решил ИСа Ножом помахать И Побить по дверям Вот за это Поплатился Просто пострелами Великолепными От Винсента И преимущество Как не бывало Слишком самоверенно Действует Хэлл Резер Слишком самоверенно Просто Я не знаю Зачем это было Так делать Либо ты Не знаю Открываешь дверь Прокидываешь гранаты И уходишь Либо ты Погибаешь Как мы у нас С этой В принципе Найзера бы Если чуть задержался Скорее всего Погиб Там был бы уже Снайпер Там был бы уже ХМС Очень жесткие винтовки И только один РПК На планте Выход будет для него Флешки полетели Ангел пока что в бланде РПК Выходит РПК Не собирает никого Дэдфокс Отличный фраг По игроку команды НВАС Ну и побежали Побежали У нас тут Хэппи Ждет Пока что смоками За красным Находится Слышит дефьюз Дефьюз Сновку планта Ангел Минус хороший Воксик Находился в Дефолте Но Слишком много Было тиммейтов Рядом Для того чтобы Французы прошли Да и разобрались С этим всем ХМС Один Он может в принципе Замечать Ангел Ангел погибает Но тут же Зер отваливается И последний Сайпер команды Это Воксик Неужели может быть Клатч для Тим Энвиас ХМС Понимаете Находится его Враг Где находится его оппонент И сейчас Воксик Ждет что будет Пропрыгивать ХМС Дальше Но ХМС За смоками Действует Это минус Это Это просто Клатч Это что это вообще Тим Энвиас За счет Индивидуальных действий Двух игроков А именно Хэппи и ХМС Вытаскивают Клатч Хеллрейзер Как вообще Вы так умудряетесь Сделать Ну вы втроем Против одного Вы В разных позициях У вас есть игрок На сквике У вас есть игрок На мейне У вас есть игрок За тройкой И вы все равно Не делаете никакого Кроссфайра Ожидаете беды Где-то Вообще Непонятно где Вообще Что-то очень страшное Что-то очень страшное У нас пауза Я пока могу Полисать чатик На самом-то деле Минус 6 рублей На Ашер Да В чате уже пошла Небольшая печалька РПК топлива Заливают Вот и выносят Да Видимо подправляют Все-таки Цедрика На такие действия Фу Энви сливать начали Где они сливают А ну вы что Там небольшая задержка В матче Друзья Ой Там вот забанить человека Фу Некрасивый какой Что-то пярят Какой-то сайт Нехороший сайт Абсолютно Вокейшн Пишут ребята в чате Просто вокейшн Возможно Просто возможно Все что угодно Вот да До вас Добрался Это Это очень жестко Друзья мои Это невероятная встреча Это невероятный Энвиас Просто космические Французы Которые Идут Давят Ну и бельгийцы Конечно же Куда же без них Это Жесть Да ребятки Снова я вас выключаю Продвижало как-то Слишком эпично Ну да ладно Ну что ж Остается буквально Три раунда До окончания Первой половины Между командами Энвиас и Хеллрайзерс Это ЕПЛ Сезон 6 Европейский дивизион Для вас комментирую Студию Рухап Меня зовут Олег Мингот Ссылочка как В чатике пролетает Время от времени Ну и в группу Мои можете вступать Там я раздаю Два скинчика Потом будет Пожестче скин Подороже Так скажем Побогаче Ну Вступайте Будем общаться Будем дружить Собственно говоря Ну а пока смотрим Браунд номер 13 Восстановление команды Хеллрайзерс И Энвиас Дальше нас ожидает По-моему Хироик Хироики или не Хироики По-моему Хироики Вот точно остались Датчане будут А вот Какие еще Датчане будут Я не помню Да Хироики Все Я вижу Хироики Датская дерби Нас ожидает А тем временем Норсы Отдолели команду G2 Са счетом 16-7 Но у нас другая встреча У нас ХМС Делает два минуса В разуме не падает А сам Но погибает еще и скрим Это 3 в 3 Прорвали все-таки Хеллрайзер с Б-плэнт И идут дальше Неужели это все-таки Попытка и шанс Взять Браун для Хеллрайзера С бомбы уже на точке B Уже установлена Снайперская винтовка Есть и одна и вторая команда Но пока что Воксик Слишком много ошибается Ангел Карась Минус свой делает Горпики Уже 2 в 3 Битый игрок Атаки Но это ничего не значит У нас Хэппи Видимо пробирается Может забрать еще Ангела По-моему Ангел здесь не ожидает Хэппи Вообще никак абсолютно Но да С Хэппи 1 Неужели может быть еще один клатч Флешка пошла на плент Но в спине есть игрок Атаки И это без шансов Для Хэппи 9-4 Нужно добирать в Хеллрайзерс Еще 2 раунда Я уже говорил В середине этой половины Что все-таки 5-6 раунд Для Хеллрайзерс Будет более чем приемлемо Тем более посмотрите Энвяз За счет того что Очень часто теряли тиммейтов У них просто-напросто Не хватает сейчас денег На полноценный бай Они делают Пистолетный бай Они не закупаются У них есть муха У них есть деглы И пара Пистолетов В дефолтах Одна флешка на всю команду И укрепление точки Б Что творят французы Что они делают вообще Хеллрайзерс Если сейчас угадают С плентом Это будет изи раунд Но если прорвутся На точку Б То встретят Очень плотный Очень плотное сопротивление Это будет вообще Не то что они ждали Вероятнее всего Хеллрайзерс думает Что там деньги есть И поэтому они так Ну пока что Без энтузиазма Рвутся К позициям Ну как Рвутся Пока что просто ползут На шефте Скрим С мухой А скрим то может Раздать Зеро Пойдет ли дальше Зеро Должен Должен искать Головы Должен искать Оппонентов Бомба уже Перемещается К точке Б Зеро прощакал каплю Там Аннигилировали Сиксера И по моему Сейчас должны Понимать Хеллрайзер Что это крепление Точки Б Сиксер Сдегла Может наказать Игроков Под винтами Так получается Зеро И вот оно Перемещение Но скрим Не дает Переместиться Иси Это фраг В голову С мухи Уже появляется Калашников И сейчас Скрим Будет убивать Есть также Калашников Для Хэппи И по моему Французы Могут все это взять Вот в таком Интересном бае Скрим Заметил ли Воксика По моему Нет Ну и теперь Выбивание 3 в 2 Дефьюз китов Нет Но есть муха И Сиксер Будет Убивать Он снайпер Он уже сделал Трипл килл И только один Игрок команды Хеллрайзер Это Воксик По моему Его заметили Дефьюз И Воксика Выпустят По моему Не выпустят Здесь Воксика Хотя убивает Он Хэппи Да ладно Как же так Нет Скрим Все таки Оформляет Воксика Это раунд Для команды Энвиас Даже с тем Учетом Что Хеллрайзер Переместили Переместились Сами Свои позиции Поменяли Вышли на Плэнд Не помогло им Это Они потеряли Двух тиммейтов Потом Скрим Великолепная голова Возле сети И потом уже При выбивании 3 в 2 Ребята сделали Все очень грамотно Воксик Возможно Выбрал себе Неправильную позицию Не особо удобную Мне кажется Мэн был бы намного лучше В том отношении Что Бомба стояла Вообще далеко не под Сквик И нужно было бы Выходить из этого сквика А в Мэне Можно было бы плясать И даже Не знаю Танцевать Там Какие-то Турецкие танцы Такие вообще есть Интересно Наверное есть Хеллрайзерс Начинает этот раунд Сопенфрага РПК По прежнему начинает Орегулировать РПК Вместе с ХСМСом РПК Квадрокилл В этом раунде Без шансов для Хеллрайзерс Четыре раунда Только достается Ашерам На за первую половину На карте ДКэш Это их собственный выбор Опять напомню уже Но сейчас они за диффенс Нужно брать раунд Пистолетный Иначе Энвяз просто могут Убивать Дальше И Не давать Оппонентам Ну Какой-то даже возможности Даже вот понюхать камбэк Жестко Очень жестко На самом-то деле Я еще раз Врублю чатик Но Энвяз конечно На голову сильнее Если на каком-то Что-то не получалось У них временами Или Были слишком Агрессивно настроены Хеллрайзерс То здесь у них Получается все Куча ошибок От Ашеров Клач Отдают Это Это боль Просто боль Ашерни СНГ Да Ашерни СНГ Тут уже Целая сборная солянки Есть там И Словак Есть там Иорданец Турок Ну Карась Да ладно С СНГ Скажем Прямо И Дэдфокс У нас вообще Из Нидерланд По-моему Или Нет Не из Нидерланд Там у них другой флаг Не помню В общем Это ФПЛ Какой-то Я не знаю Друзья Вы очень много Рукаетесь на Ашер Но опять же Мы с вами знаем Что Ашеры Недавно претерпели Изменения в составах Появился Воксик Появился ИСа Давайте посмотрим Кстати на их результаты Как они А тут не показывается Ну ладно Потом посмотрим Когда уже будет Старт Второй половины И там посмотрим Как справляется Новое вливание Молодые таланты Команды Хеллрайзерс Хотя возможно Это далеко не таланты А просто вот Думали что робцы А оказалось что нет Ага Одинка часов игры в КС И только сейчас Заметил пешеходную зебру На ТРСП Это чтобы было безопаснее Сто процентов Нет По прежнему игра не стартует Эти длительные паузы Между половинами Венгер Точно Он Венгер Спасибо друзья Что подсказали Это Венгер Дэд Фокс Это Венгрия Почему я подумал Что это Нидерланды Ну ладно Спасибо большое Чатик А вот на параллельном стриме А дальше у нас будет Биг Против команды Фейс Не менее Интересное противостояние Биг и Фейс Это те ребята Которые имели Хорошие шансы На мейджоре Ну Биги там вообще сумасшедшие Но Фейсы Надеюсь Тоже форму не потеряли свою После 0-3 Это было конечно обидно Но все таки Несмертельно Ребят поговорили И надеюсь С изменениями В составе Все таки ребята Там справятся Но У нас В данный момент Другая встреча Мы смотрим Тим Энвиас Против Хелл Рейзерс И это Вторая последка Первым забрали у нас Игроки команды Хелл Рейзерс Но потом Энвиас Начали очень жестко мстить Просто беспощадно Давить Душить И мариновать Команду Хелл Рейзерс Но теперь же Есть Юспы на руках Есть Дефьюз киты Две флешки У Дэдфокса Команда Энвиас Решили закупиться Примерно таким же образом Только вместо Дефьюз китов Один смоук Ну и не торопятся Французы Никуда вообще не торопятся Будут ждать оппонентов Примерно такую же стратегию Выбрали себе Хелл Рейзерс 2-1-2 Двое под аплентом Плюс быстрая хелпа С центра Ну так же быстрая хелпа На центр Ну и двое на точке B Но выход у нас будет От Энвиас На позицию Планта B Я уже вижу там есть И Токсик И так же Скрим вместе с ХСМСом и Сиксером Передвигается Но Зеро Изи One tap One kill Иду дальше ХСМС Зеро должен Аниглировать Так получается Но там еще и Воксик Так же Неплохо попадает РПК И Дэдфокс И Са Изи Дэдфокс И Са Но прострелами Один лишь Один лишь Зеро 20 хп У него имеется Бомба Под контролем Команды Хелл Резерс Частично Потому что лежит Она ближе к Планту B И возможности Ее забрать Крайне мало Зеро Против скрима Флэшечка пошла Времени 35 секунд Еще Дэдфокс Все это чекает По моему ХСМС Он не заметил Хотя нет Уже наверное Понимаешь Что это дуло Было не просто так Возможно Там есть оппонент Скрим Великолепен Трипл Трипл Сдегла Но это же скрим 19 секунд Времени все меньше И меньше Бомба Должна Ставиться И Скрим Должен прикрывать У меня дыхание Просто сперло На самом то деле Погибает Один Погибает Второй Нет Да ладно ХСМС Вытаскивает Подбирает Эмку И дает Два минуса Но Не без ослуг Скрима Конечно Отдел Берлинтон Это Отдельный случай По которому Можно будет поговорить Три Головы С Дезерт Игла И там уже На тиммейте Все висело Как же сейчас Отыгрывает ХСМС На протяжении двух карт Этот француз Не чувствует Команду Хелл Резерс Очень лютый Опенфрагер Очень лютый Клатчер Так что У Хелл Резерс Сейчас огроменные Проблемы Просто огромнейшие Закупаются на последние Всего лишь 6 раундов У них есть Вдвое больше У французов И по-моему В чате сейчас будет Что-то похоже Как было после первой половины Что Хелл Резерс Реально будут журить За то Как они ведут себя На этой карте В этой игре У них не получается Я понимаю Что есть тренер У Хелл Резерс Хороший тренер Но Что-то не хватает Именно индивидуально Хелл Резерс Намного слабее Чем Энвиас И это печально Но может быть Придумают Хелл Резерс И Джонта Что-то для Своего коллектива Как им быть Как им поступить Трое на пленте Центр полностью Обдали команде Энвиас Хотя Энвии Его и не занимают Опять же Попытка пройти Под Б-Плент Сейчас Ангел Вместе с Исой Проходит Мейн И возможно Это информация Для команды Хелл Резерс Что нужно бежать На Б-Плент И вот он пошел Уже более-менее Какой-то выход Бомбкер Ремчить Самый первый Почему так Эксэмэс Под флэшечку Воксик Должен принимать Воксик Минус РПК Воксик Минус Эксэмэс Молтов Под ноги Горит Очень жестко Эксэмэс Зеро Также делал свой фраг Скрим Отлетает Зеро Делал два минуса Но тут же Скрим Один в три Справится или нет Будет ли еще один клатч Для команды Энвиас В этой карте Уже наверное Даже третий Или четвертый Клатч Но нет Воксик Сейчас работал Очень здорово Сделал два минуса И его порт Также нашел оппонента И Сач Чуть не лишился головы Там же в спине Уже Ангел И Карасев Отлично реализация Своей позиции И также Пистолета 7.12 Подождите Еще не все потеряно Французы Также денег не имеют Но по-моему Решают закупаться Второй армой Появляется у Хэппи Также Дезерт Игл Иксэмэс Было у него Довольно много денег Но все-таки Это пистолеты 4 Дегла Один под эти 50 Смок Также на руках У РПК Но вот Прошу прощения Куда с этим Пойдут Французы Пока непонятно Пока что Позиции у них Совершенно разнообразные Есть игрок на центре Есть игрок Под Бэплентом Даже двое Но и вот Все-таки Видимо решили Пройти на Б Но Хэппи Смэс уже теряет свою жизнь Но нужно выходить Довольно быстро Тем более что По-моему даже Смок еще упал Как-то слишком Изи для Воксика Какой-то тир В исполнении Турецкого игрока Команды Хэл Рейзерс Хаешечка Ой как больно Скриму 13 хп остается Но жив по-прежнему Адиль Так что Можно и побороться Хэппи Также с деглом Это может быть Обидным Опять же Положением Дело Обидным раундом Если Снова Энвиас С такими вот Чудо А им игроками Смогут попасть С деглов И отвалить просто Кучу голов Подобрать девайсы И снова Сделать Невероятное Для себя И для команды Хэндрэйзерс Для болельщиков Для тех кто ставит Да для всех абсолютно Нет карас не пропускает Хэппи Но тут нужно Попробовать пройти Аплент Скрим 1 Давайте даже Посмотреть за ним Потому что тут На выполнете Ничего не происходит А бот нам почему-то Показывает что происходит Типа Окей Иса В дефолте Чекает хайвей Но Тут еще есть Воксик Ой прошу прощения Воксик ангел Карас уж мейн точно не пропустит One shot One kill Но все таки Да там был битый скрим Шансов было у Энвес Немного И нужно делать еще один Экономический Потому что 4800 3000 Ну форс конечно тоже возможен Но что-то я в него Очень сильно не верю Вряд ли будут рисковать Энвес Для того чтобы Ну а вот А почему бы и нет Далее 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 У хэлрэйзерс Опять же хороший бай Есть конечно фамас Но У Зеро Наверное Там был заселенный Все таки ган Так что ничего страшного Снова Два Дезерт Игла Даже три По 250 Тим Энвес Без граната Абсолютно Попытаются что Забуститься И потом Убить Воксика Но это слишком Сложно Либо слишком легко Для Редущих команды Хэлрэйзерс И полетели головы Минус 4 в исполнении Хэлрэйзерс И СА добивает игрока В мейне Это 9-12 Хэлрэйзерс Не сдаются Это очень важно Это Не то чтобы возвращение Просто Попытка Хэлрэйзерс На своем же пике На своем же кэше Отработать Более уверенно То есть Для них еще все шансы И все карты в руках Так что нужно бороться Нужно идти Если будет 3-0-1 То это будет очень хорошо Потому что Энвес Одна из тех команд Которая Претендует на попадание В топ-6 И на выход В Лан-финала Так что Пойнт Забранный у Энвес Дорогого стоит Например то же самое Как было у команды Ликвид против СК В американском дивизионе ЕПЛ Дивизионе И соответственно Там Смогли Ликвид У СК Отжать карту И это уже Очень и очень Для них здорово Но пока что у нас Опять же Напомню Другая игра И снова попытка Затиноба Плэнд ИСА Разрубит ситуацию С Эксэмэсом ИСА Еще одну голову Ставит Это вакейшн Просто в смок Находит Хэппи И вот такой Раунд Может получиться У Хэлл Рейзерс Если сейчас Конечно же Опять Не оплошают И не подставятся Под Точный выстрел Скрима РПК РПК Там уже ставит голову Тут же и скрим Вот оно преимущество Уже утекло Из рук команды Хэлл Рейзерс Но только если ПХП Ангелы справляются Более-менее ИСА Еще один фраг ИСА Против Сиксера ИСА Ну пытался зажать Но Сиксер последний У него только калашников На руках Есть бомба Но Время тоже есть Но вот шансов Все меньше и меньше ИСА занимает Влеклепную позицию Которую прочекать Крайне сложно Но Девяточку Закупоривает Сиксером Молотовым И нужно бы пройти Нужно бы пройти Хотел поставить плент Этим занимается Игрок французской команды Кристоф Ксия Еще и собирает ИСУ Но слишком долго сидел Там ИСА Но позиция была известна Но решил почему-то Иорданец остаться Именно там И подумать Что ну а вдруг Получится Вдруг у меня все выйдет Не вышло А ведь реален клатч Ангел Молотов Под вентиляцию Сиксер Подожгли его А знают Нет не знают Что перебрался Кристоф уже Под вентиляцию А ну вот уже известно Что он Ставит бомбу Под винты Дефьюз Есть А получится ли Флешки пошли И Кристоф просто Ничего не может сделать Это Дефьюз Это девятый Для команды Хелл Рейзерс Десятый Прошу прощения Десятый И вот она пауза Для Тим Энвес Нужно им подумать Нужно им что-то придумать Деньги у них есть У всех Что немаловажно За счет Плэнта От Сиксера Но да Также французы не хотят Отдавать эту карту Хотят пройтись Как ураган И просто Всех аннигилировать Но Такого пока что Хелл Рейзерс не позволяет И казалось бы Что счет после первой половины Был 11-4 Но Посмотрите на ситуацию сейчас Один раунд для Энвес И целых 6 раундов Для Хелл Рейзерс Это их карта Это их сторона Это Моя игра Моя игра Но нет Да Это наверное их игра Все-таки На кэше они должны Бороться до последнего И в плотной борьбе Забирать Легко Хелл Рейзерс Здесь не будет в любом случае Ни против Энвес Ни против Хероиков Ни против Норсов Ни против кого Сейчас они явные Утсайдеры За счет Этих Решафлов За счет того что У них Новички в команде Которые имеют Мало опыта игры На простене Тем более На простене Мирового уровня Что немаловажно Нужно цепляться За каждый раунд Нужно продумывать Нужно придумывать И Ну вот этим наверное Сейчас Хелл Рейзерс И Озадачены Как бы так Обыграть Энвес Которые в свою очередь Как я и предполагал Делали полный бай У нас там Подсадочка Над сквиком Но Выход будет в другую позицию Абсолютно зеро Тушит молотов Зеро может сейчас нашить Зеро Фраг по ксмсу Можно было дальше работать Но слишком сильно Испугался И тиммейт погибает Дэдфокс Отлетает И последний в живых Та звездочка Пока ждет хилпу Зеро На капле Минус по хэпи Там еще есть битый рпк 15 хп Но Нет Хэшка не долетает Хэшка не точная А хэпа уже очень близко Ангел на пленте Зеро здесь же Но Улепетывает Воксик Понимает что возможно Эта разводочка И Энвяз Могли уже пробраться На точку А Есть набережная Минтовка для Турка Но Раунд Раунд пока что Еще не Определенный И при том что Энвяз Еще ожидали Поджима То есть Они находились на центре И ждали Возможно кто-то Пройдет к ним в спину И обойдет Их позиции Тогда может быть Вообще все печально Воксик уже ждет Центра Потому что Они его Также отпустили Без особых проблем Зеро На капле Против РПК Но тут же Разменная Метальная Скрима На одного Лишь Ангела Будут врываться Ангел Какая позиция Но флешка У него Там Воксик И Ангел Погибает Но тут же Воксик на Размене Великолепно Отыгрывает В этом раунде Снайпер Команды Ашер 12-11 По прежнему Впереди Энвяз Но это Только один раунд И Это Бездевайсный Вероятный Всего раунд Для французов А вот Ашеры Имеют полный Бай 11 тысяч На руках У Воксика 8600 У ИС Вот новые вливания Пока что Реально стараются По табуляции Видим 18 фрагов Для Турка И СА-19 И вот эти Как раз таки Два молодых парня Делают ветер Для Ашеров Абот Помоги мне Пожалуйста Попытка Пройти аплент Для Энви Есть арморы Нет Гранат Флешка Правда пошла Была единственная Я так понимаю Воксик Доходит Фраг для себя Ангел А я не хватает Патронов Ни одного Ни второго И просто Нужно идти дальше Ангел Справляется Манчит Как боженька Но все таки Только один ИСа погибает В этом раунде Сделав Предварительный Фраг 12 12 Энвиас И Хеллрезерс В равных Положениях Но У Энвиас Сейчас будет хорошая Экономика За счет Плэнтов Они могут Буквально каждый раунд Брать себе Бай И чувствовать себя Очень комфортно Хотя Проигрывая раунды Себя комфортно Особо не чувствуешь Но из Меньших золота Обычно выбирают Меньше Воксик Промахивается Промашка от Воксика Его Хэппи За это наказывает И неудачный выход Для Воксика Попытка Прожать сквик Но Ничем Не удается Хэппи Один Пока что на точке Против него Может быть Отработает Иса Но нет Хэппи Опытнейший игрок Французской сцены Делает все грамотно И просто-напросто Не лезет Не представляется Как это было от Исы Который прыгал с ножом И подставился Под того самого Винсента Ангел Находит скрима Тут же Хэппи Отвоевает по Иссу У нас почему-то Бот Не комильфо Поэтому буду работать Ручками Надеюсь Ничего не пропущу Ничего важного Супер важного Ангел На бусте Есть МК Можно реализовать Клатч Но конечно Сложноват Один в четыре Там Ну получалось же У Иссмс Получалось же Хэппи У Сиксера Почему бы Зеро не попробовать Показать свой талант Н2 пошла Первый пошел Второй пошел Зеро Минус два Молотов лежит Зеро должен отходить Уже один-два Не так критично Можно самому Откинуть Молотовы Флешки И отправить команду НВАРС Просто не в узел Сиксер Но нет Почему не воспользоваться Флешками Хотя бы одну-вторую Прокинуть Молотов На Сквик И уже было бы Намного проще Проходить Но слишком просто Сыграл Зеро В этом моменте Хотя Волнительно Было то что он Проделал с игроками На Хайвэ Жестко Жестко Но за счет Но за счет Двух игроков А именно Иссы и Воксика Хэлрэзерс Хватает На бай Постается еще Там 5100 4850 На руках У двух игроков Хэлрэзерс Так что если Цевят девайсы То могут позволить Себе еще Дропнуть Парочку И опять Отправить себя В девайсное Кругосветное Путешествие Простреливают Жалюзи В мэне Но там Слишком много Не сносят Там 4 ХП 5 Так что Все В порядке Да Новая карта Новые эмоции И опять же Обе команды И Хэлрэзерс И Энвиас Дарят нам Кучу эмоций Дарят нам Переживания И интригу Которую мы с вами Ждем от Контерстрайка Тем временем Хэлрэзерс решили Укрепить центр Но сейчас По моему Скрим укрепит Гулого Оппонента Свинцовыми Пулями Флешечка И еще Флешечка Молтов На бетон И Дэдфокс Может погореть Да Дэдфокс Там спасается Но нет Слишком жесток Был Огонь Не хватает Файр резиста Дэдфоксу И посмотрите Аплент Полностью пустой У команды Хэлрэзерс Ангел Пошел джать снова Он в гараже И по моему Выход для Энвиас Будет проще Парина репы Просто посмотрите На это все Вот только к машине Смещается Иса Там уже молотовые Смаки лежат И на самом-то деле Шансов у Хэлрэзер Здесь не так много Ангела Там прессуют Ангел погибает Но Иса Может кого-то найти В мейне Посмотрите позиции Команды Энвиас Воксик находит Сиксера И нужно бежать Сэйвить Нужно бежать Сэйвить Девайсы Еще раз напомню Что есть возможность Дропнуть Два Гана У Хэлрэзер За счет Воксика И Исы И вот этим И занимаются Хэлрэзерс Были Двюскиты Но не было Граната В нужном Количестве Только одна флешка И молотов Ну и конечно же Пять живых французов Было на момент Того как Воксик сделал свой фраг Потом уже решили отойти Так что Проблемки Проблемки И печалька Для игроков В Хэлрэзерс Снова они Имея небольшое преимущество Отдают Важные для себя раунды И в одном шаге Буквально в одном шаге Энвяз Для того чтобы взять Для себя Три маппоинта И отправить Хэлрэзерс Готовиться дальше Снова пауза Снова пауза От Ашеров Я так понимаю Жестко Очень и очень жестко У нас в этом матче Я снова открою чатик Энви выиграет Я из будущего Вполне очень даже может быть Друзья мои Мы по-прежнему смотрим с вами ЕП Сезон 6 Европейский дивизион Хэлрэзерс Против команды Энвиас Первая карта Коблсон ушла Со счетом 16-14 В копилку Команды Энвиас Сейчас же кэш Выбор Хэлрэзерс Возможно тоже уйдет Скрим говорит что не уйдет Все в порядке Команде Энвиас Возможно буквально В двух раундах А нет победы И Хэлрэзерс Нужно взять три Хотя бы три Чтобы уже обеспечить себе Возможность овертаймов Либо же вообще победы Еще возможные победы На этой карте Для вас же Работает студия Рухап Меня зовут Олег Минтгот Есть также Параллельная трансляция Там работают Биг против Фейс Возможно уже идет Но Но Это не точно Снимается пауза И мы смотрим За раундом Номер 27 Очень важным Для Хэлрэзерс Проигрывая его Вероятнее всего Они проиграют Еще и эту встречу И снова Уйдут Ничего не пожавши У них и так уже Из Пяти середных карт Только одна выигранная То есть уже 1-4 И возможно 1-5 В начале Этого ЕПЛ сезона Так что Ну нужно как-то Не знаю Собраться с мыслями А Шерам И идти дальше Пытаться Работать дальше Отпустить все нервное И просто Играть как они умеют Индивидуально Не индивидуально Но все же Хотя бы как-то Сейчас я рекламщика Забанил Он тут Создает аккаунт Это дурачок Все Иди новый Клипай Аккаунт Мне просто нравится Банить Дэдфокс Под вентиляцией Молотов В смок То же самое что Огонь в воду Еще один Молотов В смок Ну что ж вы Энвяс Что ж вы там Сделать такое Пока никуда не проходит Энвяс Хотя вот Иса Сейчас слышит Как перемещается команда Энвяс Иса Вместе с Дэдфоксом Оформляют три минуса И в размер не падает Никто абсолютно Иса Под великолепную реакцию Отпрыгнул просто От пули вражеской Вылетающей С амперской винтовки Сиксера Но там еще и Дэдфокс Воюет Находит оппонента Бомба лежит И команда Хелдрейзер Стачит раунд Энвяс Не в удел Ресет Раунда Должен быть здесь А у Энвяс Деньги то есть Не то чтобы прям есть Нужно забивать До смерти здесь Сиксера Дэдфокс Слишком агрессивно Сиксер наказывает двоих А это может быть печально Но там Воксик Добирает оппонента 13 раунд для Хелдрейзерс И что же Ашеры пойдут ли дальше Давить Либо же ошибутся И опять отпустят карту Которую они в принципе Потенциально могут выиграть Так Там еще один у нас Рекламщик Чертов Уходи Просто уходи Я отпускаю тебя ЛПК Подумал что Стоит купить пестоль И в принципе Этим и занимается 13-14 Три раунда Примерно подобные Говорил на карте Кобблстоун И там случилось Все что Энвяс Смогли Дожать Добрать Все нужные раунды Зажимают еще и Зеро Зеро большой опасности Зеро ставит хэдшот Но там работает хэппи Три в три Появляется девайс Воксик Прострелом через жалюзи Оформляет Эксэмэса Это невероятный Невероятный Турок Который Творит чудеса Для команды Хэлд Рейзерс Бот да хватит нам показывать Или прострелом Мы уже поняли Что Воксик супер крутой Но нужно идти Смог рассеивается Другого смога У команды Эм Энвяс нет Но уже Двоих потеряли Хэлд Рейзерс Там Воксик лютует И до сих пор пытается Кого-то найти Прострелом Но это не получается Господи Хаешка Трехочковый Похэппи Слишком малое хэппи Было У Винсента И это решило Но теперь же Девайс И теперь же Энвяс Готовы Закупаться И готовы воевать дальше Снова Ситуация как на Ковалстоне 14-14 В буквально одном шаге Одна и вторая команда Чтобы выйти на овертаймы Если побеждает Хэлд Рейзерс Но нет денег У команды Энвяс И Ашеры заберут карту Кэш Такую сложную Но такую сладкую Они проигрывали 4-11 Теперь же Хэлд Рейзерс Имеют реальный шанс Они уже сделали камбэк Отдав только 3 раунда Стороне атаки И могут не отдать Ни одного больше А вы ругались на Хэлд Рейзерс Ребята стараются Ребята очень сильно стараются Ну и теперь же Очень Медленная игра Потому что И одна и вторая команда Понимает Любая ошибка Любая даже малейшая ошибка Где-то прострел Где-то неудачная позиция А вы отдаете раунд И вы отдаете все что угодно РПК Ну вот он Дэд Фокс Который с целишком сильно Стрефанулся И не прогадал Расстояние Где можно Сделать выпад И просто Подставил немного плечом Оппонент РПК Этим воспользовался Выход В мейн И как же круто действует Команда Хэлд Рейзерс Втроем вышли Втроем вышли Забрали троих И вот она Вот она Наработочка Как же ошиблись Энвиас Нам нужно Идти дальше Ну что делает ангел Что делает ангел Он прошивает Мейн И Это была ошибка И хэппи Айяяя Исач не погибает С хэшкой в руках Флэшка Еще одна Но там же тиммейт На хэппи И РПК должен погибать Здесь Прошу прощения Это хэппи Зеро Минус по Хэппи Это 15 раунда Команда Хэлд Рейзерс И Сборная мира Сборная солянки Готовы Забирать свою Вторую карту На этом ФПЛ Жестко Очень жестко Сильно ли ты радовался Когда тебе сказали Что комментишь ФПЛ Ну не то что Прям сильно радовался Я знал что я буду Его комментировать Но вот то что Мне дали Европу Еще и в одного Ну и я скажем так Немножечко улыбнулся Так на пол зуба Ну и что же Ласт раунд В этой встрече Возможен вполне себе Либо команда Хэлд Рейзерс Забирает карту ДК Либо же НВАС переводит Все это в состояние Овертаймов Что же будет ярче Мне кажется Овертаймы здесь будут Кстати Но очень хочется Что победили Хэлд Рейзерс Они этого достойны Они так жестко потели Во второй половине И они так Хорошо все показали На карте Кублстон ИСа скрывается В смоках Пока что не дает Возможности Забрать себя ИСа Пробирается дальше РПК В смоках РПК Может погибнут Но нет Получается Уйти этому второму И просто Влетают патроны В никуда В молоко Бомба стоит НВАС В пятером На точке Никто Не идет Никого обходить Хотя Хэппи ждет Поджима сзади Но там А вот он Вот он Вот он Ангел И Хэппи Карасева забирает И как же сейчас Получилось так Подсадили Ангела И Та самая идея Была закунтрена На корне Абсолютная Секс Режим минус Зеро Также отвечает В размен Скрим Нет Воксик был точнее Воксик был точнее ИСа Нужно зачекать Сквик Закрывает Просто просто Сквик В спину В спину Обнаружил Двух игроков Команды Энвиас Времени все меньше И меньше Неужели Хэппи Придет все это В соцене Овертаймов Это 15-15 И команда Энвиас При Пистолетах И вторых аморах Просто Делает Невероятное Они выходят На счет 15-15 И Еще ничего Не закончено Энвиас Я не знаю Как это комментировать Это просто сумасшествие Это просто Срывает башню Это очень круто Так У нас там снова Спамер появился Это моя миссия Я был рожден Для того Чтобы Бонить Ребят Но Хэлл Резерс Конечно Подставились Отпустили Аплайн полностью Продолжая Опять же Мысль Я пытался Выдохнуть Передышать Все это Не знаю У меня уже голова Начинает кружиться От того Как Круто Проходят катки Я понимаю Что мне сегодня Еще комментировать Два матча И после этого Северная Америка Еще 4 карты И я понимаю Что я сдохну Но Это того стоит Это того стоит Друзья мои Система проведения MR3 16000 Пьесель тоже Сейчас перешли на систему MR3 Ну вернее На систему 16000 Раньше было десяточка Но сейчас ребята Поменяли Свои Правила Интересы К Овертаймам Так что мы смотрим Более динамичные Овертаймы Жесть Это просто Жесть Какая она есть Стандартный Дефолтный Байхал Резерсон Снайперская винтовка 4 М Примерно то же самое Присутствует У игроков Команды NVAS Только вместо М Калаши Полный набор Гонат Дефьюз киты Есть у всех Кроме Зера Почему-то он Пренебрег Этими Чипчиками Но видимо Понимает Что где-то Рядышком Может тиммейт Погибнуть И с него можно Подобрать И дропнуть Все это Видим как По-моему даже Сиксер Да у нас Чекает С тестпауна Возможность Аркады Сбеплента Но там Никого не возникает Но NVAS Тоже Особо на рожон Лезет Вот он Молтов летает Сгоняет Сиксера моментально Просто Тайминги Ловят Хеллвейзерс И не дают Занять центр Коллективу Из Франции ИСА Зажат в углу Пока что Есть помощь От Воксика В случае чего Но пока что Хэппи Двери открывает Нужно Быстрее перемещаться В мейне Уже находится Почти в секрике Команды NVAS И надо бы Как-то ретироваться Уже здесь Скрим проходит Позиции ИСА в блайнде Скрим замечает Очень поздно Все таки Делает свой фраг Там все в блайнде Нужно забирать Одно и второго Скрим Великолепная игра Великолепный Аим Показывает нам Адил Это Возможность 16 раунд Для команды NVAS Сиксер немножко Не дожидается От Скрима Его тиммейта XMS Но слишком сильно Подставился Почему-то не заметил Зера И выбивание Для HellRazers Более чем возможно Потому что и так Деньги будут Нужно идти дальше Скрим Скрим Это Эйс Скрим Боже мой Адил Это просто Эйс На девайсном раунде Обалдеть Как же потеют Ребята 27 фрагов У ИСИ 25 у Воксика Но Это не что Когда NVAS Тебя переигрывает Фух Ну еще раз напомню Что Ну Студия Рухап Мингот Для вас Как бы Здрасте Раунд Второй Первой половины Первых допов Ушел Нет Первый это ушел NVAS А вот второй Возможно И для HellRazers Две снайперские винтовки Воксик и Дэдфокс Тот самый Дэдфокс Который и был Снайперской винтовкой Команды HellRazers До Мейджора Но теперь же Это Воксик Турка решили взять Ну и Дэдфокса Посадили На райфл Так что сейчас посмотрим Как это будет РПК Но Сёдрик Просто непоколебим Зашел Убил И ушел Так по-английски Просто взял И ушел Поматросил И бросил Как говорится Но Ангел Уже здесь Тиммей также на ХЛП Воксик Две снайперские винтовки В двух разных плантах Центр полностью отпущен Эксэмэс Попытка пройти мейн Понимаешь что есть где-то Вокс Ооо Дэдфокс Подставляется Позиция неудачная И тут же опять Преимышция за командой Тиммэндер С начала этого раунда В середине В начале Времени уже Минута прошла О чём я Ну и выход на Бэплэнд Тут только один Ангел И Ангел всех пропускает Нет Ангела зачекали Это минус Карасёв Это минус раунды Команды HellRazers И НВАЗ Идут и топчут Своих оппонентов В сборную мира Без шансов И сам Найдёт ли хэппи Да Это изи цель Это просто изи цель А почему Астралисы уже начали играть Если ты их комментишь Ну видимо забрали у меня Астралис Потому что там должны были быть матчи И должны были быть у нас Именно Астралисы По расписанию лично у меня Если я не ошибаюсь Но видимо им дадут другие матчи А именно Биг А может быть и не Биг Я не знаю Может быть влетим уже на середину карты Я узнаю как она на самом деле Потому что у нас Слишком Длительные карты 30 раундов в первой карте Уже 32 во второй карте И может быть ещё и больше Где вы счёт смотрите Который раньше стрима Не знаю где они смотрят Возможно у них Встроенные Глаза В счёт Я не знаю честно говоря Потому что на Хэлтв тоже Самый счёт Даже по-моему ещё медленно отображается Но тем временем Отваливаются скрим Без Адиля Уже будут Энвиас Броскидка Аплента Очень мощно От одной и второй команды РПК врывается по смокам По молотову Всё ничего ни почём Тут же ещё и Ангел Карасёв Боже мой Минус 3 И забрать Хэппи Нет Слишком жирно Слишком жирно Хэппи последний Хэппи забирают 17-16 Команда Хеллрейзер сберут Хотя бы один раунд В защите Хотя могли бы взять Не одного Жёстко Как же жёстко Из раунда в раунд Обе команды действуют И конечно же Больше страшно За Хеллрейзер У них меньше шансов На это противостояние Уже Энвиас Забрав только два раунда Могут Выйти На 2-0 По встречам Биг на другом стриме Я не знаю Где играют Астралис Я спрошу ребята Но у нас Слишком жёстко Возможно просто На другом стриме В серваке играют команды Потому что Ну очень жестоко Видимо в расписание Влились коллективы Астралис И Хероик Но я с этим Ничего не могу поделать Могу же два стрима Комментировать одновременно Это новый уровень На такое способен только ухо Честно А ну видимо С других сайтов Ставок Там счёт показывается Вот такая штука Может быть У нас ребята Которые ставят Счёт знают Немножечко заранее То есть у них подгорает меньше Ангел Карасёв Действительно Очень неплохой был бы У него имя Фамилия Ангел Карасёв Там в стиле Современности Ангел Карасёв Ангел самый скилловый капитан Ну Опять же Слишком часто он проседает И слишком редко мы видим В ключевых моментах Да он где-то забегает Вроде бы в спины Где-то всё очень хорошо По позиции Но он редко реализует То есть как кэп Он очень хороший Но вот как стрелок Зачастую не хватает скилла Ну что же Вторая половина Первых допов На ваших экранах Энвиас против Хелл Резерс Они уже сыграли Больше чем две карты За две карты Как бы ни казалось Обычно Счёт бывает Крайне Меньшим Так вообще можно сказать Крайне меньшим? Намного меньшим Воксик Отлетает от Сиксера С красного А снова воюет Кристоф Ксия И опять же напомним Что две снайперские винтовки Хэппи и Сиксер Будут принимать выход Команды Хелл Резерс Пока что Ошары не торопятся Они и так уже в меньшинстве И атака может захлебнуться Не так и начавшись Изи Ангел Шо ты там делал Родной Нот Брешил как в лучших Мувиках На ютубе Сработать Рпк В гараже И вот тут явно не ждали Иззера отъезжает Иса Ждёт Бека Но Бека по-моему не предвидится Нужно идти дальше Сиксер Она находится за троечкой Иса против него может выйти Полетели флешки Молтов Также выгоняющий Снайпера коллектива Энвиас Ну и что Пойдёт ли дальше Сиксер Попытка прострелить Не получается Сиксер дальше Нужно работать Минус один По 250 в руках Но нет не получается Дэдбокс Всё таки отъезжает Это раунд Номер 18 Для команды Энвиас И два Мапóинта Для игроков Команды Из Франции Фух Жесть Жесть какая она есть Честно Я посмотрю Ещё как там Астралисы Реально начали что ли Уже без меня А как же я Я же лучшей собаки Да Реально там уже Счёт 3-1 В пользу Астралисов Но Видимо будем врываться Без паузы Без чего-либо На стрим К датчанам и датчанам Но посмотрим В одном шаге НВАС от того, чтобы в этих дубах Одолеть команду Hellraiser В весьма нелегкой борьбе, что на первое, что на второй карте Друзья, это еще раз напомню EPL Season 6, Европейский дивизион Начало сезона и такое начало уже Очень и очень бодрое Затяжное, красивое, нервное Много можно эпитетов подбирать к этому матчу К этой встрече, к этим командам Если же там G2 и Херойки Что Херойки же там были у нас Сражались так, ну, там одну карту одни Сжались, еще там 16-7, другие там 16-9 Другую карту, то здесь реально битва титанов И казалось бы, что Энвиас просто перешли катком Перекатили абсолютно всех Добрали квоту на Нью-Йорк, то здесь Против Hellraiser у них возникают проблемы Интересно получается Винсент готов, флешка не слепит Абсолютно Винсента Ну и Хэппи Молотов, Смоук, все полетело На плент А ИСА готов выходить, но там прострелы ИСА боится, но нужно выйти И помочь своим тиммейтам Сиксер на красном Сиксер чекает И по-моему, опа Ангел просто Акробатически Сальто назад И уже с погрузчика Сваливается ИСА сейчас может подловить Хэппи Он должен это делать Все, отлично Голова летает по Сиксеру Тут же Хэппи уходит И... Нет, Хэппи просто Что? Это вы мне говорите? Развернулся и дал Фраг по ИСЕ 2 в 3 Hellraiser в муществе Бомба поставлена на XMS Врыв на Аплент Зеро погибает Последний остается Воксик, Воксик В сложнейшем положении Но нужно бороться Скрим добивает Воксика Это 19 раунд для команды Envyaz И 2-0 Счет по общему засчету Envyaz Забирают карту Декоблстоун Сочетом 16-14 И также на кэше 19-16 Друзья мои Я пока что все-таки Включу заставочку И потом посмотрим Насколько быстро Я вернусь в это противостояние Как же быстро Все это произойдет Я... Да